Привет, ЭТ Ребуар, у доктора Гнусика вышел новый видос, называется НЕ ПОТЕТЬ, НЕ ПИСАТЬ, АЖДВАОКОНТРАБАНДА Это как это, типа, ты должен переводить всю свою, перевозить, жидкость куда-то, как контрабанду, а зачем? Это же невозможно, на самом деле, как-то можно по щелчку сказать, типа, НЕ ПОТЕТЬ Это было бы прикольно, но, наверное, все-таки немножечко вредом для организма Короче, ролик, давайте посмотрим, уверен, он будет офигенный, как обычно, погнали Контрабандист из тебя тут еще Контрабанда воды, я первый раз такое вообще вижу, зачем это? Ты бы еще на водовозе прилетел, все, отрицай, не дергай Добро пожаловать на планету Шелезяка, почему Шелезяка? Детектор воды А, может быть, потому что вода как-то очень плохо влияет на железо, оно же окисляется, появляется там ржавчина, наверное, сколько я понимаю, да? Из-за этого, может быть, им не нравится то, что туда воду привозят Надо подумать, как еще можно провести воду на эту планету Так, вода Это прозрачная жидкость, не имеющая цвета, запаха и вкуса Не знаю, когда я пью воду, например, из-под фильтра, либо пью воду из бутылки, либо из другой бутылки Вкус там везде разный Ну, это понятно, что это зависит от микроорганизмов, которые в воде, а не от самой воды Но в любом случае вкус это не есть Человека состоит примерно из 60% воды А я думаю, 80% Потеря всего 1% ведет к жажде и проблемам работы организма Нифига себе, всего 1% потеряешь и сразу хочешь пить, офигеть В день надо пить около 30 миллилитров воды на 1 килограмм массы тела А, я уже думал, всего лишь 30 миллилитров воды Это я вешу, например, эээ... понял Учитывая вес расходника в день Чего он такой толстый? Вроде маленький, а весит как-то слишком дофига Я должен выпивать не более 2 литров Не более? Не более? А я думал, не менее Эээ... что-то странно И пей, пей, не останавливайся Как будто с пробирок пьет Не влезает? Так Ага, все стенки тебе в помощь Бедняжка, он сейчас лопнет, наверное Учитывая, что вода так же поступает с употреблением пищи Достаточно будет полутора литров жидкой субстанции в день Я минимум, наверное, полторы пью литра Даже, наверное, два Офигеть Ну вот, видишь А ты говорил, не влезает Сколько уже? Один, два, три литра Бедняга, что-то жалко мне его Что сейчас с ним будет, интересно? Отлично Если человек активно не двигается То в день он теряет полтора-два литра воды Тремя путями Писает Выдыхает Потеет Ну да В принципе, логично Поговаривают, что если вып... Мне кажется, даже если двигается Он этими же путями будет терять жидкость Правда, через пот и через дыхание Больше будет выходить, чем обычно Когда ты сидишь Без три литра воды за один час То жди смерть Все верно Блин, жалко его Ты выпил три литра за полчаса Ничего не делай Ждем и наблюдаем Капец Гипергидратация Избыток воды в организме Но, проще говоря, отравление водой Охренеть Типа, я знаю, можно отравиться Какими-нибудь ядами, например, да Либо какими-нибудь просроченными продуктами Что-нибудь еще Но водой Ладно, это, наверное, просто так звучит По-простому, чтобы мы поняли Симптомы Головная боль Падение температуры Слюноотделение Ой, жесть Точнота Бедняжка Рвота Охренеть Свела зеленая Хахахахахахаха Зарушение координации движений Ой, ой, ой Судороги Мышечная слабость И смерть Пипец Вот это да, конечно Ну что ж, работает Да не надо, пожалуйста Зачем еще Издеваетесь, бедняга Тебе надо успеть Выделить обратно Три литра воды За один час Чтоб не сдохнуть Че надо сделать? Выбелить? Тебе надо успеть Выделить А, выделить, окей. Это чё, это нужно бегать, что ли, быстренько, чтобы потеть? Это как этот адреналин, да, фильм? Окей. То есть остаётся куда-то и как-то выделить ещё оставшиеся 2 литра. А если просто блювануть, попробовать, ну, там она явно, какой-то процент явно у тебя получится выпу... Вот так сделать, да? Да, выдыхивать, ну, явно, много не удастся. Ну да. Остаётся, значит, только усиленно потеть. И давай, давай, шевели пальцами активнее. Не мухлёй. Движение жизни в твоём случае как никогда актуально. Дай включить ему максимальную скорость. Не надо, мне кажется, он не справится с максимальной скоростью. Вообще, просто улетит и явно бегать больше не сможет. А, посмотри, чё пишет. Чё пишет? За один час бега можно потерять пол-литра воды. Блин, ну это всего лишь полтора, значит, ты потеряешь вместе с писением и... ...бегом. Куда остальные полтора денутся? Всего-то? Угу. Ой, вот это его, блин, переехала, бедняга. Ха-ха-ха-ха. Не наш вариант. Закачивайте ещё одного. Блин, бедные расходники, как мне их жалко. Ха-ха-ха-ха. А ведь можно ещё хорошо вспотеть в парилке? Так. Турецкий хамам. Мягкий пар и всего 50 градусов Цельсия. Угу. Финская сауна. Сухой горячий пар и температура под 80 градусов. Русская банька. Так. Влажный пар с температурой до 110 градусов Цельсия. Вообще ненавижу, если честно, баню. Мне там очень плохо становится. А-а-а, зефирка. Тем суший воздух в парилке, тем сильнее потовыделение. Так, ой, жесть. Значит, берём финский сухой пар и жар русской баньки. Ой, жесть. Что получится тогда? Говорят, что за час в тауне можно потерять 2 килограмма. Ага. Со эквивалентом 2 литра воды. Офигеть. Но для лучшего потовыделения советуют два проверенных способа. Натереть тело медом с солью или натереться 76-градусным спиртом. Мне кажется, вообще после этого человек не выживет, если честно. Спирт меня на тебя точно не будет тратить! Мы его сами до того... Но на самом деле, спирт-то мне кажется дешевле будет стоить, чем литр меда там или чё-медь ещё Хе-хе-хе-хе, разве нет? А вот мед... Ну хотя не уверен. Солю звучит многообещающе! Так... Ау, его ещё и бегать заставили, да у него там дыхалки не хватит он, блин, упадёт после 10-ти метров. И чтоб немножко ускорить, давай бег на максималочку! Эх! эх да он просто не выдержит, у него сердце реально остановится после вот этой всего фигни сердечко то выпрыгнуло ну да ладно согласен, можно и без беговой дорожки он такой на позитиве ну типа эксперимент то продолжается но вы конечно молодцы без палец нам прилетели туристы блин как хотите теперь выкручивайте но почти пиццать вам нельзя алё ой там была фанкопа, это круто в общем схема такая из одного расходника вы сможете отжать максимум 3 литра воды но с вашей таможней очень большие потери поэтому слушайте предложение лучше каждый расходник состоит на 60% из воды это потенциальных 36 литров плюс 1-2 литра накачанных внутрь а это он предлагает просто из расходника сделать воду получаем 38 литров контрабанды блин бедные расходники как контрабанды это оказывается сами они да причем груз дойдет сам до вас вообще жесть, мне их жалко улавливаете мою мысль да да готовьте бабло и сепараторы так не подписывались они на такое а если я вам скажу что из оставшихся 40% можно наковырять полсотни полезных химических элементов я че аааааа ахахахахаха теперь подписываемся да ахахахаха окей вот-вот подписывайтесь хухухухухуху Надеюсь, не забуду это всё. Это уже старость, не радость, как говорится. Ролик офигенный, да, кусик я уже поставил? Поставил. Ну, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.